Меня зовут Михаил Беляев, у меня сегодня вводный вступительный доклад. Мы говорим в общем про то, каким образом мы работаем с CRM, работаем с телефонией внутри CRM, какие сценарии есть, как это будет с технологической точки зрения, как это будет с организационной точки зрения. У нас несколько спикеров, которые будут об этом рассказывать. Я сегодня говорю про продукт BITREX24. У меня заявлена тема «Жизнь после трафика». На самом деле, мы когда общаемся на семинарах с маркетологами и продажниками выясняется такой вечный конфликт. Я про него сегодня тоже немножко поговорю. Одни – генерируют лиды, то есть дают повод, дают потенциальных клиентов, вторые должны их дожать, и в этом моменте есть такое противоречие, про которое мы сегодня тоже немножко поговорим. Противоречие основное в чем? В том, что маркетолог дает определенное количество лидов и предполагает, что из этого количество лидов должны быть продажи. Продажник, Получает количество лидов, либо не проверяет, либо проверяет не очень качественно, а может быть проверяет качественно, и в итоге продаж выходит меньшее количество. Давайте я, наверное, с вступительными словами закончу и пойду по самой презентации. Я в самом начале говорил, что BITREX24 это комплексный продукт. То есть мы сегодня говорим в основном про CRM, но я в основном по паре блоков пройдусь, которые есть у нас внутри. А давайте так, кто видел интерфейс BITREX24, кто знает что-то? Большинство из вас. Тогда я буквально пробегусь по ним. Если я останавливаюсь на чем-то слишком подробно, вы мне давайте обратную связь. Или наоборот, не слишком подробно, вы тоже давайте мне обратную связь. Нас сегодня немного, можем в режиме диалога это делать. Действительно, мы объединяем компанию, показываем, кто работает в компании, как сотрудники называются, как их найти. Особенно это актуально для компаний, у которых количество сотрудников большое, например, больше 50, больше 100 человек и дальше. Или есть разнесенные офисы, когда люди не видят друг друга ежедневно. Они не понимают, кто их коллеги, как они выглядят, в принципе, как к ним лучше обращаться. А фотография, как минимум, может, конечно, сказать многое. У нас есть внутри структура компании. Она может создаваться руками. Условно, можем мышкой перетаскивать сотрудников по этой структуре. Если у вас есть Active Directory, можно импортировать сотрудников оттуда и работать с этим. Теперь два слова про рабочее пространство. Поскольку вы с продуктом знакомы, я вот маленький ролик запущу, он фоном будет у меня идти. Каким образом мы можем добавить сообщения, поговорить с коллегами каким-то образом. А сам прокомментирую, наверное, два кейса. Почему мы ратуем за то, что социальная коммуникация в текущем режиме намного эффективнее, чем привычная нам электронная почта. Де-факто электронная почта является сейчас стандартом для общения между компаниями. Если я хочу что-нибудь передать компании, партнеру или потенциальному партнеру, клиенту, я беру электронный адрес, чаще всего и отправляю какое-то письмо, чтобы можно было зафиксировать. Давайте посмотрим, что происходит внутри коллектива, когда у нас несколько человек с письмами. Например, мы начинаем обсуждать какой-то документ и отправляем его пяти своим коллегам. Завязывается переписка. К сожалению, я за свою практику не видел ни одну компанию, которой бы удалось сделать так, чтобы все сотрудники нажимали кнопку ответить всем. Всегда есть кто-то, кто нажимает просто ответить, и внутри завязывается такая переписка по ветке. Я, как инициатор сообщения, как его отправитель основной, не вижу, что происходит в дальнейшем. Поэтому в итоге выясняется, что кто-нибудь вдвоем договорился об одном, мы впятером об этом не знаем, например. Ну, хорошо, мы прошли этот путь, обсудили документ, и в конце, например, поняли, что нам нужно подключить еще одного человека. Это производственник, юрист или кто-то с другой экспертизой, который должен посмотреть на то, что мы там создали в пятером, в процессе, там, не знаю, 40-50 писем. В обычной жизни, в почтовой, я делаю форвард письма. Человек получает огромную простыню. У кого подпись сверху, у кого снизу, у кого две строчки, у кого 12 строчек. Воспринимать это нормально, в хронологическом порядке, как шло обсуждение, достаточно сложно. Ну, если не сказать, что он читает последний комментарий, открывает документы, из этого уже делает вывод. Когда мы говорим про формат социальной коммуникации, который очень близок к социальной сети, мы опускаем то, что он очень прост для понимания. Все мы в социальных сетях каким-то образом взаимодействуем. Но основной момент в том, что мы комментариями видим хронологию порядка, и, соответственно, даже добавляя нового участника к обсуждению, он сразу же входит в курс дела, понимает, как шло обсуждение, какие тезисы, какие доводы каждый из участвующих в этом обсуждении приводил или опровергал такими-то фактами. Второй тезис. Если мы говорим про то, что знания должны накапливаться в компании, например, сегодня мы говорим про CRM и телефонию. Для того, чтобы вам принять решение, каким продуктом по CRM пользоваться, вы какой-то путь прошли. Если вы компания небольшая, то решение принимает один-два человека. Вы посмотрели несколько продуктов и сказали, давайте вот так. Если у вас компания и за это отвечает несколько человек, то вам нужно посмотреть все эти продукты, обсудить их, принять решение, какому отделу что удобнее, как у вас настроены процессы. Это достаточно длинный путь в том числе. Если вы это не фиксируете где-то внутри у себя, то, например, через полгода к вам придет новый коммерческий директор, он говорит вам, ребята, у меня есть отличная CRM-система, я ее проверил в паре мест, и давайте мы ее внедрим вместо той, что вы выбрали сейчас. И вам придется, если фиксации нет предыдущего обсуждения, проходить этот путь заново. Он достаточно дорогостоящий. В формате, опять же, социальных коммуникаций, в формате социальной сети и сохранения информации вы к этому возвращаетесь, поднимаете тот самый пост, поиском его находите, и смотрите, почему вы выбрали эту CRM. Нужно пересмотреть решение, у вас все факты и аргументы уже на руках. Мы много говорим про мгновенные коммуникации, и есть даже термин, есть термин BIOS, когда мы со своими ноутбуками приходим на работу, а есть термин BIOS, когда мы приходим со своими сервисами, мы приходим со своим, условно, скайпом, снэпчатом, если мы говорим про далекие страны, если здесь, то у нас есть вайбер или ватсап, или что-то из мессенджеров, и нам удобно так общаться. И многие клиенты говорят, можно я вам фотки сброшу в мессенджер, если что-то нужно. И это нормальный путь, и это достаточно качественная коммуникация, она дает нам много преимуществ. Но, опять же, когда мы говорим про бизнес, бизнес не контролирует эти каналы, и он не контролирует менеджера, который общается через ватсап, или фейсбук, или еще какой-то мессенджер со своим клиентом, и он этой историей и этими знаниями потом не обладает, если человек уходит из компании. Поскольку вы все с продуктом знакомы, это наш мессенджер, когда мы можем написать один на один, один на несколько, поговорить. Я вот этим роликом, поскольку интерфейсы уже привычные и понятные, хочу проиллюстрировать, насколько технология может помочь вам в скорости, в скорости коммуникации и обсуждений. Ребята начинают обсуждать вопрос, что им нужен видеоролик для ближайшей партнерской конференции. Они делают сначала это текстом, подключают быстро двумя кнопками двух новых сотрудников, переходят в режим видеосвязи, часто нужно действительно поговорить голосом, посмотреть в глаза человеку при обсуждении чего-нибудь, они быстро это обсуждают, вопрос не очень сложный, и вот буквально за 2-3-4, будем говорить 5 минут, они обсуждают вопрос, вносят решение, фиксируют его. В компаниях на самом деле сейчас для того, чтобы собраться, что-то обсудить и принять решение, нужно порой неделю, иногда больше. То есть вот просто технология дает огромный скачок в скорости коммуникации и в принятии решений. С учетом того, что вокруг у нас все очень быстро меняется, а меняться будет еще быстрее, чем дальше, тем больше, скорости нужно соответствовать. Ну, то же самое на мобильном телефоне, я давайте этот шаг пропущу, поскольку вы все с продуктом очень сильно знакомы. У нас есть блок по работе с документами, он большой, обширный, некоторые на базе платформы делают систему электронного документа оборота внутри, когда мы работаем с документами, мы храним документы, они у нас есть в иерархической структуре, есть права доступа на эти документы, мы их можем раздавать на целую папку, на конкретный файл, смотреть, кто может к этому файлу иметь доступ, что он может с ним делать, чтение, редактирование. И, соответственно, права эти доступа точно так же относятся и к поиску. У нас на портале есть сквозной поиск, он индексирует, то есть смотрит и накапливает информацию обо всем, что происходит там, о сообщениях, которые мы друг другу отправили через общую ленту, и также о документах, которые лежат внутри. Если я хочу поднять какой-то договор и помню формулировку специальную, соответствующую только этому договору, я могу ее вверх в строку поиска внести вот сюда, и система мне подскажет, где такая формулировка встречается. Может быть в обсуждениях, например, я с юристом утверждал в процессе эту формулировку, либо в конкретном документе. Система подсказывает, что это, и, учитывая права доступа, имею ли я право доступа на просмотр этого документа или нет, выдаст мне такие подсказки, где встречается такое словосочетание, которое нужно мне. На самом деле строка поиска относится и к сотрудникам, и к документам, и к обсуждениям, и система сквозным поиском. И это ищет, и буквально в несколько секунд дает вам ответ, где что находится. Естественно, мы говорим про редактирование этих файлов, и теперь тренд в облака распространяется и на редактирование. Мы сделали два коннектора к Google Docs и к Microsoft 365 Office. Сейчас вы можете выбрать один из двух вариантов. В облаке без установленного софта на своем ноутбуке или на своем компьютере стационарном, поредактировать в облаке два этих документа. Если вам привычнее делать это настольными приложениями, скажем, есть форматы, с которыми облако не очень здорово умеет работать, например, формат Photoshop. Понятно, он будет ассоциирован с вашим настольным приложением, и вы будете с ним работать в дальнейшем. Если мы говорим про облако, то он открывается в облаке, вы с ним работаете. Если вы сохраняете данные, он сохраняется обратно у вас на сервер или в ту папку. Если мы говорим про Photoshop, например, или стороннее приложение, да, вы загружаете его на компьютер, работаете на нем, и потом обратно. У нас появилась функция в последнем релизе. Мы экспериментировали, она была в какое-то время, потом мы пытались ее заменить. Все-таки рабочая функция. Мы закрываем документы на редактирование. То есть я скачиваю файл и говорю остановить возможность скачать его точно так же моим коллегам на редактирование. Все я его локально на компьютере обрабатываю. И только после того, как я загрузил его к себе на сервер в обратную сторону, он открывается на редактирование остальным коллегам. До этого момента они могут его только читать. Сейчас работает? Да, в облаке она появилась. Можно посмотреть на нее. Там пункт меню такой есть. Про задачи. Тоже очень понятная история. Кто пользуется тасктрекерами нашими, не нашими, какими-то еще задачами? Кто ставит задачи и контролирует их исполнение? Ух ты! Давайте так, вы поднимали руки, что вы знаете все про интерфейс Bitrix24, а кто работает в нем тогда? Вот так я уточню. Вот, вот теперь картинка прояснилась. Видели, смотрели, но активно не работаете. Хорошо. То есть не очень хорошо, но я вас понял. Значит, в Bitrix24 есть серьезная интересная система по работе с задачами. Вы можете поставить задачу себе, коллеге, посмотреть, как она идет, проконтролировать исполнение. Вообще статистика говорит о том, что если вы не учитываете в какой-то системе постановку и контроль задач, то от 40 до 60% этих задач не будет выполнено в принципе. Это абсолютно нормальная статистика. Она не то, чтобы ужасная в конкретно вашей компании, на вашем предприятии. Это обычная человеческая психика. Если у меня много задач, а чаще всего у вас много задач в текущем режиме, и вам прилетает еще 2-3-4 каким-то образом, они нигде не записаны, вы про них забываете. Вы запомните одну, например, последнюю, или ту, которую дал руководитель, которая важная для вас, или лично для вас критичная. Все остальные задачи разбрасываются. Соответственно, давайте тоже тут несколько пунктов. Я вам формат ролика покажу, чтобы было понятно, каким образом задачи ставятся. У нас есть несколько форматов постановки задач. Мы говорим, что вообще сотрудники делятся на две принципиальные категории. Первые ставят очень простые задачи. У них пара параметров для того, чтобы не забыть эту задачу и вовремя ее сделать. Это название, это срок задачи, и вот в несколько строчек буквально так происходит. Есть сотрудники, которые пользуются большим функционалом задач. Например, кроме того, что я могу поставить задачу своему коллеге, указать, что ее нужно сделать до следующей пятницы, я могу поставить в наблюдатели нескольких человек. Вот ответственный у нас только один, идеологический. Если два человека отвечают за задачу, непонятно, с кого спросить. А наблюдателей, соисполнителей может быть большое количество, и мы говорим, что есть такие параметры, есть такие прям пункты. Вот он, постановщик задачи, вот ответственный. Ниже у нас есть люди, которые наблюдают за ходом этой задачи. У нас есть усложненные функции. Давайте, по-моему, здесь мы их посмотрим. Когда мы с этой задачей, мы можем приложить к ней файл, и можем, например, сделать чек-лист. 8 пунктов, по которым нужно пройтись, и я, начиная с этой задачей работать, отмечаю галочками, что я сделал фактически. Вот мы прикладываем документы, процесс простой. Опять выбираем, кто ответственный за задачу, набирая просто текстом. Соисполнители. Часто бывает так, что у задачи не один человек, который должен там участвовать, несколько. Мы можем разбить ее на подзадачи, первый вариант. Второй вариант, можем добавить соисполнителей. Вот мы написали, например, чек-боксы, такие вот чек-листы, что нужно сделать по задаче. И указываем сейчас, что эта задача находится в рамках проекта. Вообще, у нас есть проектные группы, в которых можно работать по различным направлениям. Например, такие проектные группы могут объединяться вокруг области интересов. Группа по маркетингу. И новый сотрудник, приходя к вам, если он относится к маркетингу, добавляется в эту группу и смотрит, что же происходит в этом спектре вашей компании. Или это проектные группы, например, открытие нового офиса. Там участвует несколько человек из разных совершенно подразделений. Они выполняют конкретную задачу. Либо у вас есть проект по какой-то рекламной кампании, если она масштабная, либо по какому-то клиенту. Значит, на самом деле, говоря про проекты, кроме удобства работы внутри проектов разных участников, мы говорим о том, что это как раз и есть сохранение информации в вашу базу знаний. Когда вы прошли этот проект, естественно, по ходу у вас возникает удачное решение и не очень удачное решение. Это ваш опыт, который нужно зафиксировать. Если этой фиксации внутри вас нет, то опыт приобретает сотрудник. У вас есть 3, 5, 8, 12 человек, которые очень круто умеют решать задачи, которыми занимается ваша компания. Если они встают и уходят, делают новую компанию, или идут к вашим конкурентам по рынку, или еще куда-нибудь в другие сферы, например, то они являются носителем опыта, а у вас он не зафиксирован, вы не можете дальше точно так же качественно работать. У меня был пример, по-моему, про проектирование. Допустим, есть в компании, которая занимается строительством деревянных домов, есть два очень крутых проектировщика. Они работают 20 лет на рынке, у них все здорово и хорошо, и вы можете посмотреть их портфолио, и там классные, качественные работы, отличные отзывы и все остальное. Но если посмотреть внутрь компании, вот эти два проектировщика здорово работают, если они уйдут, то компания также в дальнейшем продолжать работу не сможет. Если она не накапливает опыт, и вот те самые ноу-хау или фишки, или подводные камни, которые возникают при работе компании, она не зафиксировала и не способна передать дальше. Немножко в сторону ушел. Мы говорили про задачи, и вот как раз в рамках таких проектов мы можем строить задачи. Мы говорим, что у нас есть проект по открытию того же самого нового офиса в другом городе, и у него есть 50 подзадач или 20 подзадач. И эти подзадачи находятся в рамках проекта. Я могу потом фильтром посмотреть на этот проект и увидеть, какие задачи выполняются, какие задачи находятся в стадии выполнения, что просрочено, что у задачи происходит в текущий момент. Ну вот, соответственно, большое количество дополнительных полей есть у нас. При глубоком погружении в задачу эти поля нужны. Соответственно, мы поэтому и говорим, что есть две принципиальные категории, каким образом пользователи, сотрудники внутри сервиса с ними работают. Так, ну, давайте чуть дальше. У меня есть пара троллинговых вопросов. Они относятся и к работе с клиентом, и к взаимодействию как раз маркетологов и продажников. Первый, вот два персонажа у меня на слайде нарисован. Один из них собственник, он в таком свободном формате, в каком-то жаркой стране, например, или в каком-то другом городе в свободном графике, владеет компанией и там вроде как контролирует ее через ноутбук, ну или просто кино смотрит. Есть непосредственно человек, который на месте работает с клиентами. Вот кому эти клиенты принадлежат? Это вопрос такой. Ну, честно. Тому, кто работает на месте. Тому, кто работает на месте, вот этому человеку. Согласны или есть другие мнения? А где вот ключевая зона ответственности? Смотрите, ну, мы отбросим немножко вопрос, что если я собственник, я бы хотел, чтобы клиенты принадлежали мне. Или наоборот, если я менеджер, то я бы хотел, чтобы вот так. Где граница, кому они принадлежат? Менеджер может встать и уйти с ними. Вот есть один критерий, да? То есть информация о клиенте, где хранится, у кого. Где, у кого хранится информация. Зачем нам информация о клиенте? Что мы с ней делаем вообще? То есть менеджер выводится, чтобы мы могли найти клиента? Угу. То есть, по сути, можем ли мы продолжать коммуникацию, кто может работать дальше с этим клиентом? Или кто может прекратить такую работу? Если менеджер ведет у себя в Excel такой список, то клиенты принадлежат ему. Собственник, вот находясь на Бали, не знаю, или там где-нибудь, даже в том же самом офисе, после того, как менеджер свой Excel унес, ничего сделать не может. Может поднять акты, не знаю, там есть бухгалтер-реквизиты компаний, там еще что-то сделать. Но, по сути, клиенты принадлежат менеджеру. Здесь кроется вот такая основополагающая история про CRM. И вроде как эта история всем понятна. Все давно знают, что нужно ввести общую базу, чтобы вся компания могла понимать, кто работает, как работает, как связаться с этим человеком. Вот. Но у кого есть CRM, ух ты, как здорово. Обычно не больше 30% рук. Отлично. Этот вопрос простой. Давайте к еще одному вопросу. Я надеюсь, что для вас он тоже будет простой. В самом начале я говорил, что есть некоторые противостояния. Противостояние маркетологов, которые занимаются лидогенерацией, и противостояние менеджеров или продавцов, которые занимаются продажей. Одни говорят, мы дали вам 100 лидов. Почему вы сделали с них две продажи? У вас, как у футболистов российских, ноги не из того места, а у вас руки не из того места, или чем вы там продаете. А менеджеры говорят, вы нам дали таких лидов, что из них вообще ничего. Вы видели, что вы нам прислали вообще? Эти люди спрашивали, как проехать к нам, а не сколько стоит ваш продукт. И вот эта вечная битва, сколько я в компаниях ее наблюдаю, пока у них общих KPI-ов нет и их не объединяет в один отдел, у них согласия в товарищах нет. Значит, давайте я проиллюстрирую, может быть, насколько важно переданный лид, который сгенерил маркетинг, обработать нормально внутри отдела продаж. Чаще всего маркетологи нормально понимают, сколько стоит лид. Например, это стоимость контакта в директе. Я знаю, сколько стоит мне клик в директе, 10-15 рублей, сколько-нибудь. И это говорит стоимость лида, который пришел ко мне. Давайте посмотрим, что происходит дальше, после того, как мы из директа, не знаю, с мероприятия или откуда-то еще получили такой лид. Вот, предположим, у нас есть два графика, вот таких две прямых. Это 10 рублей стоимость нашего лида, например, на целевую страницу пришел к нам вот такой трафик. И, например, еще 100 рублей мы купили где-то еще трафика, вот две такие прямые. Идем по первой. 10 рублей стоит лид, который приземлился на нашу страницу. Конверсия этой самой страницы, например, 2% в форму обратной связи, форму заказа или в какое-то целевое действие, которое нам нужно. Сразу же мы получаем, что стоимость вот такого второго шага уже 500 рублей. Если при этом менеджер получил форму заказа, что, здравствуйте, я хочу посмотреть на вашу услугу или на ваш продукт, пожалуйста, давайте на следующий шаг перейдем. И только 10% заканчивается вот таких заявок продажами, то у нас продажа стоит 5000 рублей. Это очень простая штука, каждый из вас может ее нарисовать, вы свою цепочку знаете, она простая. Самое главное, чтобы вот эта цифра не была больше вашей маржи. Ну или, по крайней мере, в перспективе на там несколько продаж. А кто, кстати, измеряет lifetime value? LTV клиента, нет? А кто знает, что это такое? LTV? Это клиент всю жизнь имеет? Да, 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 да. Lifetime value, сколько клиент приносит вам за цикл. Измеряете? Но пока только начали, только у нас интернет-магазин 10 месяцев работает. Статистика не накоплена. Все, что это новое, перешли старое, на все время прошло. Я понял. Очень правильно, что это делаете. Значит, в принципе, для чего это нужно? Когда вы в одной и той же отрасли покупаете лид, вы можете позволить вот такими вычислениями, например, маржа у вас с первой сделки получается 1000 рублей. И вы предполагаете, что максимально 1000 рублей вы можете потратить на привлечение к вам нового лида. Если вы считаете вот тот самый LTV-показатель, сколько клиент совершает сделок с вами на протяжении, например, года, у вас есть статистика накопленная, что большинство ваших клиентов остаются с вами в течение года, полутора, двух лет. И за это время они приносят вам маржи не 1000 рублей с первой сделки, а 15000 рублей со всех сделок. И вы говорите, тогда на первую сделку я готов потратить больше, чем 1000. Потому что моя статистика говорит о том, что этого клиента важно привлечь, и я его могу удержать в дальнейшем. И вот если вы так не считаете, а клиенты считают этот показатель, то они забирают больше трафика просто из-за того, что они могут потратить большее количество денег. Ну, окей, тоже отступление небольшое. Значит, мы посмотрели на эту сумму, допустим, она там укладывается у нас в маржу. Смотрим на другую цепочку, она точно такая же. Если лид нам стоит первоначальной 100 рублей, 2% конверсии на сайте 5000 рублей, 10% продаж от тех самых заявок собранных с сайта 50 тысяч рублей. Ну, то есть космические цифры. Немножко поиграемся с этой цепочкой. Изначальной стоимостью у нас там мы взяли 100 рублей, вот 2% конверсии мы получаем в итоге там 50 тысяч. Если мы работаем с лендингом, убираем там все лишнее, доводим конверсию до правильной цифры, максимальной, вот, например, в 20% у нас есть хорошая конверсия, сразу же лид ставит нам не 5000 рублей на втором этапе, а 500 рублей. Идем дальше. В 5000 рублей мы укладываемся, если не влияем на этот показатель. Теперь, если мы влияем на этот показатель, ну, вот тоже цифры очень понятные. Первое оптимистичное. Если у нас все красиво настроено, у нас есть там 20% конверсии, и половина продаж осуществляется менеджерами. И если вот здесь все не настроено и некрасиво, цифры, конечно, разительные. Там 1000 рублей, 50 тысяч рублей. Значит, к чему я все это даю? Вроде бы простые вещи, все мы их понимаем, как считать, не всегда считаем. Очень рекомендую хотя бы вот на таких простых примерах это раскидывать. У нас в интернет-магазине, а у нас два продукта, один из Bittrex, один продукт посвящен интернет-магазинам, электронной коммерции как раз, второй продукт Bittrex 24, мы сегодня про второй говорим. У маркетологов и у людей, которые с интернет-магазинами работают, такие инструменты есть. У нас, например, в админке можно посмотреть, мы это называем пульс конверсии. Как изменяется вот такой пульс конверсии, сколько к вам пришло людей, как они конвертировались внутри этих страниц, внутри вашего сайта. Он доступный, понятный, мы разбиваем его по каналам, показываем, из каких источников пришли эти люди, как они конвертируются в дальнейшем. Разбиваем это даже по устройствам. То есть есть у вас мобильная аудитория, есть у вас десктопная аудитория. У некоторых сайтов, которые не очень здорово работают с мобильной аудиторией, показатели разнятся существенно, кто пришел со смартфона или кто пришел с десктопа. А кто знает, кстати, статистику по сайту вашему, сколько у вас людей и с мобильных устройств, все отлично, практически все, за редкими исключениями. Я надеюсь, что вы разрыв этот сократите. Ну вот, это, соответственно, канал, и мы такие цифры показываем. То есть у маркетолога чаще всего инструментов достаточно большое количество. Есть еще волшебная штука об тестировании. Оно как раз нужно для того, чтобы эту конверсию внутри ваших страниц изменять. Предположение. Очень дорогая теория. То есть если мы сами предполагаем с вами, давайте переделаем кнопку на зеленую. Все же читали эти волшебные истории, да? Мы поменяли кнопку с синей на зеленую, и наша конверсия выросла на 22%. Правда, такое бывает, но я вам не очень рекомендую ориентироваться на кейсы. У кого-то это срабатывает, у кого-то нет. Я сегодня не показываю разные примеры, но вообще у меня есть несколько слайдов, как оба тестирования проводилась, и аудитория всегда делится в каком-то процентном соотношении, условно 50 на 50 они не угадывают. Кто-то угадывает, как получилось, кто-то не угадывает. Маркетолог или вы сами угадываете точно так же с вероятностью 50%, как вот про мамонта. Либо выйдет, либо не выйдет из подъезда. Значит, оба тестирования. Крутая штука. Очень рекомендую. У нас в платформе есть в готовом варианте внутри. В остальных можно сервисы подключать сторонние. И смотреть. Так. Значит, все понятно. Теперь идем ко второй части. То есть мы повлияли на конверсию на втором этапе. К нам пришли лиды на сайт, мы с ними что-то сделали. Конверсию увеличили, там инструменты посмотрели. Теперь есть огромное количество причин, почему сам менеджер, вот живой человек, может что-нибудь не продать. Здесь есть несколько пунктов. Мы, ну, давайте чуть-чуть по ним пробежимся. На самом деле их огромное количество в пол. Я вот так набросал то, что лежит на поверхности. Есть статистика. Давайте тоже вопрос. Как вы думаете, есть разные теории, например, 7 касаний. Слышали про 7 касаний? То есть нужно 7 раз коснуться вашей аудитории, для того, чтобы продажа совершилась вот такая. Или там преодолеть возражения несколько раз, для того, чтобы такая продажа совершилась. Вот на каком шаге сдаются большинство менеджеров? Есть 7 шагов. На каком шаге большинство менеджеров по статистике сдаются? На 3-й. 2-й, 3-й. 6-й. 6-й. Да, на первом. Большинство менеджеров совершают первые контакты, дальше не идут. Им говорят, спасибо, нам не нужно. Они говорят, окей, спасибо большое. Ну, в хорошем случае, а в плохом трубку бросают. Значит, вот на первом шаге сдаются большинство из них. То есть если ваши менеджеры или вы идете дальше первого шага, там на 2-й, 3-й, 4-й, вы сильно выше в этой линии. Вы уже молодцы. Это про касания. Не позвонил, забыл, позвонил поздно. В разных сферах, вы по себе знаете, есть разное время реакции на входящее сообщение. Например, на конференции по недвижимости говорили, что срок реакции на входящее обращение 15 минут. Если ты в течение 15 минут не перезваниваешь по аренде недвижимости, например, или по покупке, то это делают за тебя. Все ты уже больше... Ну, то есть ты не нужен. База одни и те же примерно, по которым все ищут. Кто первый позвонил, того и тапки. Вот условно так. Чем сложнее ваша услуга, чем меньше конкуренция на рынке, конечно, тем у вас больше этот запас, когда вам нужно обработать. Но тем не менее, вы всегда помните, и с этим поэкспериментируйте тоже, сколько времени у вас есть для того, чтобы обработать входящую заявку. Это важный показатель. Ну, вот плохо общается. Это вечная история. На менеджеров то ли наговаривают, то ли правда они плохо общаются. Без записи телефонных разговоров ничего не проверить. Это все понятная история. Значит, у меня есть тоже интересный кейс, когда зовут консультантов по продажам внутри компании. Первое, что они спрашивают чаще всего, есть ли телефонные разговоры. Дайте нам послушать, кто как общается, что это такое. Вот если телефонных разговоров нет, что они делают? Садятся рядом, чтобы послушать. Да, садятся рядом с менеджером, пришел консультант, он садится рядом с менеджером, слушает, как тот разговаривает. У него руки трясутся. Он не то, что как разговаривает в обычной жизни, он вам такого наговорит по телефону прямо сейчас, что вы исправлять не то будете. Значит, записи разговоров нужны не для того, чтобы менеджеров наказать, повлиять на них как-то, сделать им что-нибудь плохое, систему демотивации построить. Они нужны и для менеджеров, чтобы точно сказать, какую скидку я клиенту пообещал. Звонит клиент и говорит, мы с вами договорились про 15%. Менеджер говорит, нет 10, нет 15. И вот, давайте запись послушаем. Ну хорошо, 10, так 10. Первый момент. Второй момент. Можно слушать себя. Хорошие менеджеры слушают себя, им от этого страшно и больно, сколько я записей своих разговоров не слушал. Это всегда ужас. Нужно держаться, чтобы дослушать до конца. Поэтому это очень важный момент для того, чтобы себя получать просто, не для наказаний. Ну и вот здесь же, если мы это не записываем и не смотрим, давайте проблемы с продуктом и проблемы с процессами. Ну, проблемы с продуктом очень простая история. Маркетинг, например, в рекламе, то же самое, что обмен ожиданиями, да, и проблемы с продуктом. Маркетинг в рекламе заявил, что у вас продукт решает все эти вопросы, клиент подошел, посмотрел, говорит, опс, все не то. Да, пока мы такую статистику не имеем, сказать не можем. Если говорить про процессы, то, ну, к примеру, вы оконная компания, и у всех в отрасли принято делать замер бесплатно. А вы на сайте выставляете ценник 2000 рублей выезд мастера. Вот она у вас дырка в процессах, вы не в рынке, и, ну, почему у вас такая низкая конверсия на этой оборонке? Вот, соответственно, поэтому. Все это нужно смотреть. Опять же, это не то, чтобы исчерпывающий список, мы так просто посмотрели, что много очень этих факторов. Я видел очень много рекламных компаний, которые генерили большое количество лидов, но их нельзя было обработать, потому что люди не представляли, сколько ресурсов нужно будет потратить на то, чтобы обработать телефонные звонки. Видел рекламные компании федеральные, у которых, например, 30% трафика доходило просто до колл-центра, просто потому что телефонные, ну, каналы не заложили нужные. Видел небольшие рекламные компании, там потери меньше, но, тем не менее, это всегда больно. У нас есть термин, который называется «омниканальные коммуникации в CRM» или «омниканальные продажи». Если мы говорим про e-commerce, то омниканальность, ну, или для нас с вами, как для пользователей магазинов, для нас с вами омниканальность, это значит, что я могу через сайт сделать заказ у какого-то магазина ритейловского, могу прийти к нему ногами, и он меня точно так же узнает, скажет, «Здравствуйте, Михаил, ваша скидка 15%. Могу позвонить ему в колл-центр, и он тоже будет понимать, что это я, и сможет меня проконсультировать. Я скажу, где мой заказ?» Они не будут мне говорить, «Дайте, пожалуйста, мне номер вашего заказа, мы сейчас пробьем вас по базе». Они говорят, «Заказ вот потому-то такой-то?» Я говорю, «Да». Вот он ответ. Я могу через разные каналы зайти к одному и тому же клиенту, или одному и тому же бритейлу, например, магазину, и он меня будет узнавать. Это с нашей точки зрения. С точки зрения нас как бизнеса, когда мы работаем с клиентами, мы должны всех этих людей узнать, каким образом это сделать. Давайте мы посмотрим вообще на то, какие каналы существуют внутри. Опять же, их много. Вот у них поставлены зеленые галочки. На самом деле, если идти по основным, это канал Телефонии, про который мы сегодня много серьезно говорим. Это канал офлайна, если он у вас есть, когда люди ногами приходят к вам в точке, что-то делают. Это электронная почта, когда они вам пишут каким-то образом. Это ваш сайт, через который они приходят. Это разные формы, которые они могут заполнять на вашем сайте или еще на каких-то других, которые приходят к вам. Ну и, соответственно, в последнее время это во многом мессенджеры. Социальные сети и мессенджеры, когда людям удобно написать вам через, не знаю, контакт, фейсбук, телеграм, если вдруг у вас аудитория находится там. Все эти каналы нужно бы объединять и нужно понимать, что у вас творится внутри. У BITREX24 есть CRM. Я по базовым функциям сегодня, наверное, в основном не пробегаю. Понятно, что мы умеем хранить контакты, умеем хранить компании, умеем хранить различные активности, которые вы совершали с клиентом. И телефонные звонки, и письма, и все остальное. Мы прикрепляем это к карточке клиента. Это все там есть. В эту историю можно залезть, посмотреть, и вот эта самая ценность компании, а не менеджера конкретного, который что-то делает. Еще у нас есть один большой тезис. Мы абсолютно уверены в том, что CRM должна работать максимально в фоновом режиме. То есть, если вы внедряли CRM, а вы все практически подняли руки, что она у вас есть, это всегда болезненный процесс. Нужно переступать через себя, если ты начинаешь пользоваться, заставлять людей, которые у вас работают, делать дополнительные движения, как им кажется. И чем меньше этих движений должен делать менеджер непосредственно, тем лучше внедряется CRM, и тем лучше, в принципе, все это летит. Мы за то, чтобы все там входящие, как минимум, каналы автоматически записывались в вашей CRM. Если мы говорим про звонки, то это автоматическое создание событий и запись разговора. Если мы говорим про почту, то это автоматическое создание события и прикрепление к нему той самой переписки, которая есть. Если мы говорим про те же самые мессенджеры или онлайн-магазины или оффлайн-магазины, это должно подгружаться автоматом и обогащаться база клиентская и база коммуникаций внутри с этим клиентом. Я покажу немножко по каналам, поскольку мы тут заявили тезис о мниканальности. Сейчас мы посмотрим, что из канала существует сейчас. Телефония, про которую сегодня мы много будем говорить. Давайте я покажу один из сценариев. Я думаю, что коллеги сегодня будут рассказывать с разных сторон, как это происходит. Естественно, у нас есть база клиентов. И когда клиент звонит нам, и его номер есть внутри нашей CRM, мы поднимаем карточку клиента, когда мы можем в последнюю сделку перейти, можем посмотреть, кто это такой, обратиться к нему по имени, можем посмотреть, на какой стадии находится сделка, перейти в карточку этой сделки и понять, например, как нужно с клиентом разговаривать. Если у нас там есть комментарий, или мы видим по статусу, что заказ отгружен, и, например, клиент ждет его курьером, то, скорее всего, вопрос связан с этим. Если мы понимаем, что в комментарии написано, что человек ждет заказ вторую неделю, например, мы понимаем, что общаться с ним нужно каким-то другим образом, чуть-чуть по лояльной. То есть всю информацию, которая есть по этому клиенту, мы, перейдя в карточку, сразу можем заметить. Понятно, что запись разговора осуществляется, она подгружается внутрь карточки этой самой сделки, и к ней можно всегда вернуться. У нас есть еще один термин, который мы привнесли, это термин открытой линии. Я сейчас попробую объяснить, что это такое. Фактически это и есть та самая омниканальность, когда мы разные-разные каналы, вот здесь у нас нарисовано много-много всего. Тут в основном мессенджеры, но принцип действия тот же самый сохраняется. Когда мы из разных каналов распределяем на внутренних сотрудников эту нагрузку, и эти сотрудники, находясь у себя внутри Bittrex24, внутри своей CRM, работают с теми, кто пишет им из ВКонтакта, из Фейсбука, из Телеграма, из Скайпа или еще из каких-то каналов. Несколько скриншотов. Вот здесь короткое видео, как это работает. Вот на этом экране, это экран пользователя, вашего CRM, вашего менеджера. Ему пишут из нескольких разных, соответственно, каналов, ему пишут, по-моему, одно из Фейсбук, второе из них это Ватсап, и там будет третий из них, еще один канал. Он обрабатывает все это внутри своего мессенджера. У него есть возможность переадресовать, например, такое сообщение. Он не отвечает за доставку, он знает, кто из своих коллег отвечает за ней. И он говорит, я перевожу это сообщение туда. Он может пользоваться типовыми ответами. Там, здравствуйте, чем я могу вам помочь? Не знаю, самая распространенная история. И вот таких типовых ответов он себе может набрать какое-то количество. Он может подключать внутрь переписки своих коллег, делая так, чтобы это было незаметно. То есть вот он в этом же чате подключает нового человека, говорит, пожалуйста, не показывайте это клиенту. Спрашивает у него, а есть у нас такая возможность? Конечно, есть, например. Запись будет семинара? Запись будет, окей. Он отбил от линии и клиенту ответил. Да, запись будет. То есть он находится внутри своего поля. Ему пишут из тех мессенджеров, которые удобны для человека. Записи сохраняются и подгружаются в карточку клиента, если мы его узнали. Мы умеем соотносить входящие запросы от того же контакта или фейсбука. Если у нас есть номер телефона, например, то это тот модификатор, по которому мы сверим, есть ли у нас в нашей базе, CRM, такой клиент. Либо прикрепим этот диалог к клиенту. Обратная связь менеджера через мессенджер или через битрикс он может? То есть если они входящие идут, он может подключать также через битрикс или уже те источники, которые пришли? Если к нему идут входящие вот оттуда, и он их поймал здесь, он пишет в этом диалоговом режиме. То есть и уходит обратно к клиенту? Да, конечно. Клиент общается у себя в фейсбуке, менеджер общается у себя в битрикс 24. Вот это на самом деле есть, ну, да, все правда, в этом и есть чудо. Мы постепенно даем, это свежий релиз, который мы выпустили недавно. Мы его начали отдавать вот на этой неделе буквально, и, по-моему, сегодня он доступен в облаке большинству из тех, кто там регистрируется и пользуется. Я у себя еще не настроил открытую линию, не поэкспериментировал. Коллеги пока возвращают обратную связь, что да, это можно. Да. Еще раз. То есть, в принципе, достаточно, по большому счету, если мы про мессенджер говорим, наличие, ну, контактного телефона, в частности, мобильного клиента. Если мессенджер отдает нам мобильный телефон, а, скажем, ватсап, это, да, мы по трем параметрам можем сверять, по имейлу, по мобильному телефону, по фио. Фио не очень там качественный показатель, имейл, мобильный телефон, то, что там обычно у клиента совпадает, и мы можем либо объединять эти данные, либо создавать новые лиды. А мессенджеры все? А как из мессенджера сразу перекинуть в битрикс? Ну, я получил сообщение, что у телефона нет в базе битрикс. Он создает, смотрите, по всем входящим новым, которых мы не знаем, например, там, телефон, почта или все что угодно, мы создаем лид. У нас есть терминология, да, давайте я не прав, что не рассказал вам с самого начала, насколько все поднимали руки, что знают битрикс, значит, я тут немножко запутался. У нас есть категория лид и категория сделка. Две такие сущности. Для чего нужен первый и для чего нужна вторая? Первый нужен для сбора большого количества входящих обращений. Например, у нас есть номер телефона, по которому звонят много. У нас там 50 или 100 звонков в день, причем они разного качества. Кто-то спрашивает, как вам проехать, кто-то говорит, а купите у меня там услугу, а кто-то спрашивает конкретно вашу услугу. Это все лиды, мы складываем их в отдельную категорию, назначаем по ним отдельного ответственного или там распределяем ответственного из какого-то пула нашего. И эти лиды проверяем. Когда мы перезваниваем человеку или вступаем с ним в диалог какой-то, или просто проверяем лид, нормальный человек это не бот условно, или он интересуется нашими услугами, или он хочет нам продать что-нибудь. Мы это категоризируем и переводим в сделку. У нас есть такая кнопка конвертировать, и мы этот лид с заданными параметрами можем конвертировать в сделку, в контакт, в компанию, в зависимости от того, где вы работаете, B2B, B2C, создаете вы сделку, дальше идете или не идете. Например, клиент может нам позвонить, мы с ним поговорили и поняли, что прямо сейчас он ничего не купит. Но это наш перспективный клиент. Его сейчас не устроило, а в дальнейшем, например, сейчас на складе у нас нет, а в дальнейшем это может ему понадобиться. И мы конвертируем его просто в контакт, не создавая по этому сделку. И таким образом копим базу. На одном из семинаров был интересный кейс, когда ребята работали таким образом с лидами, и даже неквалифицированные лиды, которые к ним приходили для того, чтобы продать им что-нибудь, они потом взяли эту базу, прозвонили, оказалось, там какой-то процент клиентов есть. Они себе добавили из этой вроде как неквалифицированной базы, сделок дальше и продаж увеличили. Так, это открытые линии. Я сейчас показал немножко про мессенджеры. Да, так можно делать. Преимущество основное в том, что эта информация сохраняется, и вы работаете внутри своего поля. Вам нужно там публичный аккаунт в фейсбуке, публичный аккаунт в тех самых мессенджерах, где есть. Вы их связываете, идете дальше. Да, был вопрос, что из мессенджеров присутствует сейчас. Прямо сейчас есть телеграм, фейсбук и контакт. На очереди скайп по подключениям. Будет вайбер, я надеюсь, до конца года. И постепенно, как только открывают API все остальные мессенджеры, мы их добавляем к себе. То есть позиция наша. А СК есть в планах регионов пользоваться активно СК? Слушайте, вообще не было в планах. Да, у меня регионального опыта теперь уже все меньше и меньше. И мне казалось, что СК подумирает немного. Нет. Нет, есть активное, да, пользуется. Пользуется, да. Слушайте, интересный момент. Я поговорю с коллегами, тут есть два варианта. Если мы все-таки увидим большой интерес к ACQ, то можем сделать, можем завернуть. Но я подозреваю, что если нас не спрашивали, то скорее всего это такая региональная или отраслевая история. Я знаю, что, например, кто-то, кто исторически торгует техникой, например, или где-то есть базы прямо в ACQ, они оттуда не выходят. Видимо, до сих пор не вышли. У меня таких примеров уже нет. Можно попросить партнеров написать такую интеграцию дополнительную. То есть это возможно, приложение в облако, и оно подключает к вам дополнительный канал. Сегодня выступать будут коллеги, можно будет их в кулуарах помучать и спросить, не смогут ли они совершить такой переворот. Так. А, ну давайте. Давайте вот так. Значит, почему мы назвали это открытыми линиями и почему здесь написано про очередь? На самом деле, так как мы обрабатываем телефонные звонки, у нас есть какое-то количество входящих, заметно меньшее количество операторов, которые эти звонки обрабатывают, и мы должны поставить этот звонок в очередь, на который там ответит первый освободившийся оператор. У нас есть фразы для входящих звонков, такие приветствия голосовые. Я очень рекомендую их менять, избегать историй, что ваш звонок очень важен для нас, и других смешных фраз, после которых вам либо не отвечают, либо ставят вас на ожидание на 15 минут. Записывайте свои, и они отлично работают. У нас, кстати, по законодательству мы обязаны предупреждать человека о том, что запись разговора ведется. Это в настройках у нас есть телефонии, то есть вы сами записываете это голосовое приветствие, вот это уже на ваше усмотрение, то есть если вы полностью чтите, соблюдаете, то вы обязаны сказать, что ваш разговор может быть записан или будет записан. Ну, если там хотите сократить это время, то записывайте свое. Так, теперь по правилу очереди. Значит, точно так же, как к нам поступают телефонные звонки, так же к нам поступают и почтовые сообщения, сообщения мессенджера с формы обратной связи, все что угодно. Определенное количество лидов приходит к нам из канала, мы должны их поставить в очередь и по очереди обрабатывать. Внутри этой очереди есть менеджеры, которые имеют право обрабатывать такие там звонки, и по открытым линиям мы разделяем. Например, кейсы открытых линий могут быть не только продажные, то есть вы не только консультируете клиентов по продуктам. У вас может быть вот такая открытая линия по поддержке. Вы говорите, вот у нас есть сервис, он работает, и если у вас есть вопрос по этому сервису, пожалуйста, напишите нам на эту страницу, или напишите нам в Facebook сюда, или еще как-нибудь сделайте. И вот есть отдельная линия, где сидит техническая поддержка. Она может осуществлять поддержку как по письмам, по тикетам, так и через мессенджеры. Вот те самые открытые линии. Вот то, что здесь цветом выделено, это появится, Skype появится в ближайшее время. Три вот этих уже появились. Ну и дальше мы планируем с Viber и WhatsApp сделать интеграцию точно так же. Создание нескольких линий, про которые я сказал только что. Идентификация клиентов в CRM, если мы понимаем, что это нужный параметр, и есть такой клиент у нас в CRM. Запись разговоров, да, это относится к разговорам и телефонным, и к разговорам и диалогам. Мы сохраняем и диалоги тоже, которые произошли. Статистика по работе с сообщениями клиентов и анализ уровня удовлетворенности. Мы уже сейчас на телефоне имеем возможность поставить такую галочку «Оценить работу». И после того, как оператор ваш кладет трубку, пользователь может оценить качество работы. Насколько хорошо его проконсультировали. Так, ну давайте чуть дальше. Еще пару каналов мы задействуем. Например, мы говорим, что у нас есть страница, посадочная страница, на которой мы осуществляем такую поддержку. И выглядит вот соседний блок проконсультации может таким образом. Пожалуйста, нажмите, чтобы проконсультироваться с нами. Вот прямо здесь я могу написать сообщение как клиент, и мне ответят в режиме диалога, опять же, и собственные CRM-менеджеры. Или я могу через один из каналов мессенджеров постучаться, или Facebook, социальных сетей или мессенджеров, постучаться к отделу поддержки или отделу продаж и посмотреть, что же такое происходит. Вот так это выглядит, например, на отдельной странице. Мы даем возможность создать отдельную страницу, на которой положить просто чат существующий, и ссылки на мессенджеры для оказания консультаций. Сюда может ввести, например, ссылка с рекламы или ссылка с раздела поддержка. Разные кейсы совершенно могут быть задействованы. Вот каким образом это выглядит внутри мессенджера вашего менеджера. То есть это внутри Bittrex24. Я могу там ответить, пропустить, переадресовать, сделать несколько типовых действий. Например, приветствие, доставка или типовые ответы. С этим моментом все более-менее понятно. Еще один, наверное, большой канал, по которому к нам приходит большое количество обращений, это заполненные формы. У нас есть готовая интеграция с сайтами на один из Bittrex. Мы вводим логин и пароль, и все заполненные формы автоматом создаются лидами у нас внутри CRM. Но на самом деле мы посмотрели на рынок, и рынок очень по-разному использует формы. Не только для того, чтобы повесить их у себя на сайте, в разделе «оставить заявку», но, например, для того, чтобы собирать на мероприятия людей. Это не всегда лид. Это иногда некоторые другие сущности. И, к сожалению, некоторые клиенты делают сайты не на Bittrex. Это тоже ужасно, но, тем не менее, это действительность. Мы подумали, что неплохо было бы дать такую возможность людям создавать CRM-формы, Почему мы называем CRM-формы? На самом деле это форма с определенными полями, но она очень плотно интегрирована в CRM. Потому что прямо в эту форму мы вставляем поля CRM, в которые потом запишутся те самые данные. И мы можем сделать это... Мы создаем форму на основании, мы создаем форму. Сейчас посмотрим немножко. У нас есть несколько сущностей. Лид, сделка, контакт, компания, предложение. Мы называем каким-то образом форму, пишем там текст, что, друзья, заполните форму, вам будет, не знаю, плюшка, радость или еще что-нибудь. Описываем, зачем клиенту нужно такую форму заполнить. И накидываем в форму нужные нам поля. Типовые вещи это из лида, например, имя, название компании, если мы хотим это сделать. И контактные данные. Телефон, e-mail, то, что нам нужно. Те поля, которые мы бросим в форму, они и будут заполнены автоматом в CRM. У нас есть возможность изменить там цвет. Для продвинутых пользователей можно подгружать свои CSS-стили, сделать там страничку в каком-то своем формате. Для удобства и простоты мы можем цвет фона менять или положить там картинку, которая нам нравится, фирменную или нефирменную, на подложке. Выглядеть это будет примерно вот так. Вот эта форма, она дается вам либо скриптом, выставляете его на сайт, либо просто публичной страницей на ссылку. Мы эту форму создали, вот она публичная ссылка, мы нажали сюда, перешли на отдельную страницу. То есть мы создаем такую страницу у себя на сервисе, и вы можете туда отправлять трафик или положить такую ссылку внутрь, например, контактов, фейсбука или любой другой сетки. Мы делаем мероприятие, например, это открытие нового офиса, салона или презентация чего-нибудь. Пожалуйста, регистрируйтесь, смотрите, что это. И вот вас ждет ссылка волшебная, которая сейчас прям вставится. Да? Ну, почти. Так, на эту ссылку кликают, переходят на страницу, заполняются, соответственно, те самые формы. Google Doc, да, формы похожи, что ли? То есть это наша технология, но они похожи. Да, да, да. Вы набираете поля, они отправляются в CRM, эти поля, соответственно, доступны пользователю. Значит, мы немножко усложнили задачу и реализацию для того, чтобы сделать формы поинтереснее. Вот я показывал простой сценарий. Есть сценарии более сложные. Ну, наверное, давайте самый простой из сложных сценариев. Когда мы приглашаем, регистрируем на мероприятие, и есть разное количество участников. Я приду один, я приду вдвоем или втроем. Три раза приходить на страницу и заполнять три формы не очень здорово. Поэтому мы дали вариации внутри форм, то есть от каких-то условий. Если мы говорим, что ответ на первый вопрос, а там есть выбор из списка какой-нибудь, сколько у вас будет, сколько вы придете? Я приду один, два или три. Мы нижние формы можем изменять. То есть если человек выберет, что я приду один, ему будет три поля только для него, для первого участника. Если он скажет, что, вот поле участники здесь как раз, если он скажет, что он придет вдвоем или втроем, мы дадим ему три блока для каждого пользователя. И это такое условие, условие можно добавлять. Если одно поле равно тому, то, пожалуйста, покажи или скрой определенные поля, которые существуют у вас внутри. Интересный конструктор, можно поиграться. Конструктор доступен уже в облачной тарифе, в облачной версии. Можно с ним баловаться и смотреть, что происходит. Самый большой плюс, давайте два больших плюса. Самый большой в том, что это можно сделать быстро, сразу же, самостоятельно. Не нужно программировать, знать HTML, все что угодно. Пожалуйста, набрали, бросили. И второй огромный плюс, это то, что у вас все эти данные сразу же попадут в CRM. Вы их не пропустите, руками заносить не нужно, они автоматом появляются и обогащают вашу базу. Давайте мы этот слайд чуть-чуть пропустим. Вот они, готовые CRM-формы. Вы видели их уже у нас в видеоролике. Что значит готовые? Мы под разные события сделали несколько таких пресетов, шаблонов форм, на базе которых вы можете строить свои. Можете полностью индивидуальные построить, можно скорректировать одну из тех, что есть у нас. Ну и вот она CRM-форма на странице. Выглядеть она может вот так, например. И вот здесь может быть чат. Чат может выглядеть вот таким образом. То есть вы можете собирать данные через форму, можете повесить туда же онлайн-консультант, который будет у вас выполнять те же действия, только в режиме онлайн. Ну и конечно мы даем аналитику по формам. Мы даем базовую аналитику внутри сервиса BITREX24. Сколько рядов собрала форма, как она конвертируется, что получается. И мы даем возможность вот сюда добавить идентификатор Google Аналитики и Яндекс.Метрики, если вы активно работаете с этими сервисами. Пожалуйста, вот они данные по формам из Яндекс.Метрики, вот они данные по заполнению форм из Google Аналитики. Это все прозрачно. Если вы в том сервисе находитесь в основном и всю статистику собираете из него, да, это возможно. Просто добавляйте идентификаторы. Мы разнесем сами по воронкам, каким образом в дальнейшем это есть. Следующий шаг, когда у нас есть простой товар или услуга, или то же самое мероприятие, но платное. Не знаю, мероприятие за 500 рублей. Обидно получать счета и тратить много времени на то, чтобы обработать те самые счета. И потом завести их, состыковаться с клиентом, попросить оплатить или проверить, оплачены или нет. Мы даем возможность, вот прямо сейчас этого в релизе нет, но это выйдет фактически летом. Мы даем возможность подключения онлайн-платежей прямо на форумах. Дождались. Соответственно, из российских CRM, если память не изменяет, мне никого нет, то дает оплату онлайну. С комиссией волшебной. Соответственно, немножко подождать. И вот он тот самый счет, который мы можем генерить прямо из этой формы. И вот блок оплатить через. Вот она оплата. Яндекс, Сбербанк, Альфа-банк. И, по-моему, еще партнеры сделали интеграцию с Модульбанком. Да. Вот то, что доступно. Яндекс.Касса, Альфа-банк, PayPal, Афторайз нет. Так, и вот здесь. А, вот эти четыре блока, они чуть-чуть не цветные. Но появятся в ближайшее время. Вот партнерские проекты. Как раз, да, Модульбанк не изменила память. Можно будет оплачивать через них. И мы планируем, конечно, середину следующего месяца, как край. Или конец этого. Вот так. То есть это в ближайшее время, на самом деле. Релиз готов. Там ребята шлифуют сейчас и тестируют. Мы постепенно его отдаем, раскатываем. Формирование счета. Оплата его онлайн. Автоматическое получение статуса в CRM. Если он оплачен, платежная система вернет вам статус. Это при условии привязки 1С, да? 1С. Ну и сам встроен. Нет, значит, у нас есть синхронизация с 1С, как back-office. И мы говорим, что в BITREX24 можно выставить счет, он отправится в 1С автоматом. И в 1С, если платежи разнесены, то оплата вернется, статус обратно вернется. Нет, здесь подключать 1С не нужно. Это отдельное решение, это отдельный счет внутри BITREX24 и просто возможность оплаты, которая существует отдельно от 1С. Когда мы пришли, возможно, 1С с облачной версией привязывает, и это только коробочная? С коробочной версией у нас есть готовая интеграция, а по облачным версиям фреш, скорее всего, вы имеете в виду. По-моему, есть приложение у партнеров, когда можно интегрироваться. На память не помню, можно перерывчики посмотреть. Еще два больших канала, про которые мы говорим и которые никак не уйдут, хотя мы в одном релизе убивали уже почту. Сегодня с утра я доказывал, что почта не очень эффективный инструмент в плане коммуникации, но тем не менее, де-факто, почта один из типовых каналов стандартных в коммуникациях между бизнесом и бизнесом, или даже C2B, если мы говорим так. И мы выпустили два больших трекера. Первый это email tracker и второй 1С tracker. Мы ждем, когда они у нас появятся в облачном формате. Что они делают? Email tracker мониторит ваши почтовые ящики. Пользователь, менеджер может привязать свой почтовый ящик, и система Bittrex24 будет мониторить письма и подбирать те письма, которые соответствуют клиентским. Или мы определяем папку, в которой падают все письма, и эту папку мы транслируем в лиды. Вот таким образом. Мы следим за почтовым ящиком пользователя, и переписываясь в своем привычном интерфейсе, в Outlook, в Gmail, в Яндексе или в Mail, мы все равно обогащаем базу данных CRM теми письмами, которые менеджер изнутри своего интерфейса, обычного, привычного, почтового, посмотрел. Ну и второй, как я уже говорил, это 1С tracker, и мы точно так же будем смотреть, что происходит в 1С. Мы написали два модуля, фактически это модуль со стороны 1С и модуль со стороны Bittrex, для того, чтобы они корректно дружили. Это не ограничивается системами 1С, которые работают с электронной коммерцией, это не только управление торговлей, это будет в том числе и бухгалтерия, то есть учетная система, которая существует, сможет вас подружить с клиентами, там есть идентификация клиента и поиск дубликатов по некоторым параметрам. Мы выгружаем документы, название, номер суммы, спритриятие. 1С tracker пока не вышел в облако, мы в ближайшем релизе его ждем в ближайшее время и посмотрим. Ну и правда, это омниканальная CRM. Мы поговорили про несколько блоков, которые собирают в себя данные из разных каналов, телефон, интернет-магазин, личные встречи, когда мы заносим это руками, соцсети, мессенджеры, онлайн-чаты, которые есть у нас уже встроенным инструментом, CRM-формы внутри, email tracker, 1С tracker, ну и открытые API. Мы говорим, что мы открыли API и вот тот вопрос про можно ли строить Аську Миранду или что-то еще, можно встроить, у нас есть API и партнеры могут сделать такую интеграцию для каких-то частных кейсов. В завершении уже я скажу два слова про портрет клиента. Это такой агрегированный набор данных, нас о нем иногда спрашивают и в связи с тем, что мы вводим много каналов, которые мы обрабатываем внутри CRM-а, мы хотим дать менеджеру или руководителю портрет клиента или портрет компании. Во-первых, мы вводим коммуникационную нагрузку. Есть такие клиенты, которые обратились к вам один раз, отдали деньги и ждут до следующего раза или до вашего контакта. Это прекрасные клиенты и товарищи. Есть такие клиенты, которые делают не очень большой заказ, но очень много коммуникаций с ними в процессе происходит. Что, как, а давайте. Мы покажем вот такую коммуникационную нагрузку. Вы можете посмотреть, что этот клиент для вас, мы не можем показать с точки зрения денег, выгоден или не выгоден, но мы покажем, что обращений к вам он создал огромное количество. И вы можете посмотреть статистику, сколько же денег он вам принес. Какие-то решения принимать оперативно или неоперативно, но такая картинка будет. Вот она, загруженность по каналам будет таким сводным отчетом, как он с вами общается. Например, он генерит вам счета в 1С, это прекрасный клиент. И оплачивает их, кстати, было бы еще важно. Или он сел на большую долю, синюю, я не знаю, что это. Но, предположим, это какой-то мессенджер и терроризирует вас большим количеством вопросов. То есть создает такую огромную нагрузку на ваш отдел продаж. Разные данные мы там соберем, можно будет на них посмотреть. И удовлетворенность клиента, и предпочтительный канал коммуникации, для того, чтобы понимать потом в сводной статистике, например, у вас клиенты в основном через какие каналы общаются с вами, что это за аудитория. И вы можете видеть, что в основном ваши клиенты находятся в онлайне, и у вас не задействованы офлайн. Или наоборот, в офлайн бизнес вы видите, что в 1С у вас огромное количество клиентов итераций и коммуникаций с ними, ну, коммуникаций документарных уже, а, например, в онлайне они не задействованы. И одна из ваших задач – переключить их в том числе и на онлайн. Ну, разные сценарии существуют. Да, про всех бегать не будем, это будет такой общий дэшборд. Ну и, друзья, да, омниканальная CRM, и мы действительно очень ратуем за тезис, что 1С Битрикс CRM должна работать не очень заметно для менеджера. Чем меньше телодвижения совершает менеджер, тем меньше он заносит там руками информации, тем лучше внедряется и лучше летит CRM, по сути. Два слова про автоматизацию. Есть такой тезис, что роботы начинают работать за нас. В общем, это правда. А у кого, кстати, роботы работают за вас как-то? Что, правда? Ни у кого не настроена система на сайте. Вы там заказ оставили, а обратно приходит сообщение «Спасибо большое, вы оставили у нас заказ». Никто не настраивает почтовые сообщения. Здравствуйте, у меня нет, я в отпуске, напишите мне после 3-го числа. Это роботы, они вот не так выглядят, да, они делают часть работы за нас. Принцип какой? Вы кому-то отдаете часть своей работы. Пообщаться, посмотреть, приготовить что-нибудь, подготовить что-то. И действительно, они давно уже среди нас, мы ими пользуемся, это хорошо работает. В последнее время есть такой взрыв про роботов, ботов и другие интерфейсы. У нас тоже есть ответ этому волшебному взрыву. Это Марта, это такой бот, который внутри нашей системы существует. Мы ее обучаем. Вообще, это искусственный интеллект, который сейчас находится в стадии, вот я не знаю, по возрасту тяжело мне сказать, на сколько лет тянет Марта сейчас. Но идеально пообщаться с вами, как консультант, она пока не может. Она закрывает базовые задачи. Она может с вами поговорить. И, кстати, на удивление, мы думали, что в основном бизнес истории будут спрашивать Марту, но нет, спрашивают ее в основном поговорить. Я был в Минске на конференции, ко мне подходит женщина, говорит, как здорово, что вы такой персонаж выпустили. Она прекрасный психолог. Я говорю, расскажите, пожалуйста, Кейс, что это такое. Она говорит, вот надоел начальник, у нас такой начальник отдела есть, вредный мужик. Значит, надоел всех, замучил. И вот люди идут, и Марте пишут, что ты знаешь, вот он, кто на самом деле. Она, значит, две реплики, что успокойтесь, все нормально. А потом говорит, идите-ка обратно работать. Какой прекрасный персонаж. Не просто поболтать, а еще и завернуло обратно. И настроение хорошее, и все здорово. Мы ее придумали несколько для других задач, но это она прям тоже выполняет. Значит, для чего она нужна в принципе? Она постепенно обучается отвечать на ваши вопросы. Если вы ее даже сейчас спросите, например, как работать с задачами, она даст вам ссылку на документ или там на страничку, где написано, как работать с задачами. Или если вы задаете ей вопрос по телефону, и на части в них она сможет ответить. Чем дальше, тем на большее количество вопросов она сможет отвечать. Кроме того, в дальнейшем ей, как мы надеемся, можно будет сказать, назначь мне встречу с Петровым на 12. И она сможет это сделать. Или она сможет посмотреть, что вы, например, много работаете со сделками в последней стадии воронки, а мало работаете в начальной воронке. И она вам скажет, друг, ты не прав. У тебя через два месяца по циклу будет такой провал. То есть это такой консультант, персональный, личный консультант. Она сейчас в стадии обучения, становления, но чем дальше, тем больше она будет нам помогать. Ну и про простую помощь, которая уже есть внутри. У нас есть интеграция с ВСН, когда мы можем попросить вернуть нам реквизиты компании. Это можно сделать через мессенджер. У нас есть такой бот, мы бросаем ИНН, и он нам возвращает все реквизиты компании. А вообще это интегрировано в карточку клиента, когда вы заполняете карточку компании и говорите, добавь, пожалуйста, реквизиты мне по ИНН. И это сказка, и здорово, и все менеджеры. Первое, чему радуются менеджеры, это то, что руками не нужно ничего такого перебивать. Банковский счет нельзя добавить. Банковский счет. Банковский был, да, пробирку потягивали банки. Побирку это вы делаете. А там счет компании, ну, руками, 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 он налоговый, его нету, ну, понятно. Да, то есть как только можно будет откуда-то его стащить, мы, конечно, будем за это. Очень тяжелый был проект, кстати, с ФСН, вроде как все просто, но мы на согласованиях были несколько месяцев. Хотя, в общем, там отплатить, подключить базу, ничего такого сложного нет. Вот еще один большой абсолютно блок по автоматизации, это бизнес-процессы, которые существуют внутри. Бизнес-процессы используются у нас в документах, они могут ходить по разным маршрутам. Я когда говорил про сет на базе один из Битрикса 24, это пример того, каким образом это может относиться к CRM. Мы можем к лидам или к сделкам привязывать вот такие бизнес-процессы и говорить, что там через два месяца мы знаем, что у вас закончится картридж, если вы купили принтер, и ставить задачу менеджеру, иди продай следующий картридж. Или мы знаем, что у нас циклическая сделка, и каждый месяц нам нужно выставлять счет, или сделать акс-сверк, или что-то еще такое делать. И бизнес-процессы смогут такое сделать. Бизнес-процессами мы можем распределять лиды. Если мы знаем, что по одному продукту отвечает за лид один человек, по другому другой, или сумма сделки такая, что этот лид нужно передать руководителю отдела, пожалуйста, бизнес-процесс умеет такое делать. Вообще, сказочный инструмент, очень много автоматизации есть в нем. Опять же, очень рекомендую пообщаться с коллегами. У них очень много практических кейсов, как они делали на разных проектах, разных стадиях. У нас есть типовые бизнес-процессы. Да, это то, что находится прямо в ленте. Мы можем отправить заявку на командировку, заявку на утверждение счета. И это сильно облегчает, особенно в крупных компаниях, жизнь обычных линейных сотрудников, которым не нужно бегать и перекладывать бумажки с одного стола на другой. Сегодня мы немножко не про это. Давайте я пролистну ролик. Ну и вот есть у меня слайд, практически завершающий про приложение. У нас есть открытые API, и партнеры могут написать приложение для того, чтобы расширить какой-то функционал, которого у нас в облаке нет. Продукт существует вообще в двух вариациях. Первая вариация – это облачная. Когда вы набираете bitrix24.ru или в другой доменной зоне, мы про ру больше, и попадаете на форму регистрации, заполняете, все это крутится у нас на сервере. Вы просто пользуетесь условно как почтой, соцсетью или чем-то еще. Огромное преимущество этого варианта в том, что очень простой быстрый вход, вам не нужно ничего устанавливать, ни в чем особенно разбираться, и вы просто дорегистрировались и начали пользоваться. Ограничение этого формата в том, что все-таки изменить саму систему, начиная от дизайна, заканчивая бизнес-логикой, очень сложно. То есть дизайн никак не меняется, вы пишите свой логотип и название компании, все остальное – тот дизайн, который разработали мы. Бизнес-логика точно так же. Какие-то функции можно добавить, например, добавить новый канал коммуникации, но изменить логику внутри него очень сложно. Второй вариант, который есть, это, как мы его называем, коробочный или серверный, когда вы покупаете это к себе, ставите у себя на сервер, администрируете каким угодно образом. Он сложнее в инсталляции, но зато он позволяет вам делать все, что угодно с продуктом, начиная с того же пресловутого дизайна, как угодно это сделать, и заканчивая бизнес-логикой любой интеграции с любыми внутренними системами. И все, что вы захотите, можно фактически реализовать. Это приложение. Ну и вот волшебный слайд, про который мы всегда говорим на презентациях. У нас есть несколько тарифных планов для облачного Bitrix24. Первый – бесплатный. Мы предоставляем коммуникационные возможности, живую ленту и блоки с коммуникациями для компаний любого размера бесплатно. Если мы говорим про бизнес-инструменты, а бизнес-инструменты в нашем понимании – это задачи, CRM, то, про что мы сегодня поговорили в основном, то на первом тарифном плане могут существовать компании, у которых не больше 12 пользователей. Есть тариф «Проект», «Команда» и «Компания». Они отличаются количеством пользователей. На проекте 24 в бизнес-пользователях, на всех остальных не ограничено. И они отличаются функционалом. Можно на сайте посмотреть детально, чем отличаются друг от друга функционально каждые проекты. Мы поговорили сегодня про открытые линии. Там есть ограничения на разные тарифные планы и тарифные проекты. Кто-то может одно открытые люди сделать, какой тарифный план не ограничен по количеству этих открытых линий. В общем, чтобы детально поизучать, можно на страничке нашего сайта посмотреть, чем отличаются разные тарифные планы прямо в таблице сравнения. Я практически не уложился во время. Мы чуть-чуть начали, но я не вписался. Если есть буквально один-два вопроса, я захвачу сейчас или на кофебрейке. А коробочная версия сейчас отличается? Да. Коробочная версия отличается исторически, там немножко больше функционала. Там есть модули, которых, например, в облаке нет. Есть модуль обучения, есть модуль технической поддержки. Если мы говорим про новый функционал, то первым новый функционал появляется в облаке. Через пару месяцев он появляется в коробке. То есть мы весь функционал все равно транслируем в коробку. Но там есть небольшая задержка, она связана с тестированием. Коробку сложнее тестировать. Там каждый у себя на месте побольше всего поизменял. Продолжение следует...